Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, вы на моём лайв-канале, и это новый выпуск Больших Сестёр. У нас уже второй сезон, восьмой выпуск, все ссылки на предыдущие выпуски в описании, мы всё ближе и к финалу второго сезона. Я вам скажу, даже больше, есть третий сезон, но пока что не будем спешить. Скоро Эмми уже, в общем-то, будет рожать, Тэмми пока что не худеет, что будет дальше, будем узнавать прямо сейчас. Ну а если вы реально смотрите это шоу, блин, поставьте лайк, вот мне будет очень приятно увидеть, что такая вот поддержечка Чент, спасибо за то, что снимаешь для нас реакции. Ну а если кто-то хочет облагодарить как-то по-другому, то можете стать спонсором моего канала по ссылочке в описании. Ну что, мы начинаем. Что что-то пойдёт не так. Итак. Я нервничаю. Чувствую себя золочкой. Лёгкая напоминалочка нам с прошлого выпуска, как всегда. Я пукнула, извините. Аманда рассказала мне, что видела, как ты выпила литровый молочный коктейль. Кто его привёз? Джерри купил. Просто подумай, если ему на тебя наплевать, какого чёрта ты с ним встречаешься? Джерри уехал два... нет, три дня назад. Я подумала о сервисе доставки еды. Она съела 32 порции за два дня. Ничего с ней не поделаешь. С его отъездом во мне что-то умерло. Большие сёстры. Где отдел больших размеров? Я на восьмом месяце беременности. Мы едем за покупками для малыша. Да, это уже вот-вот-вот-вот. Мести будет поддерживать нас морально. У неё четверо детей, она знает, что надо делать. Надеюсь, покупки поднимут эми настроение после отъезда Джерри. Справишься? Нет, поможешь. Ноги грязные. Да заткнись. Мы с Джерри каждый день разговариваем по телефону. Было здорово, когда он был рядом, и мне грустно, что он уехал. Я пытаюсь правильно питаться, но это очень тяжело. Я заедаю стресс. Заедаю эмоции. Камба большая. Вторая дверь открывается? Открывается? Нет. Следите за собакой. Посмотрим. Чёрт, он до смерти меня напугал. И меня тоже. Она ж так не войдёт. Ну, только сюда. Ногами, да, зайдёт. Хэллоуин. Возьми ленивца. Он милый. Смотри, какие ботиночки. Прелесть. С блёстками, классные. Да, модный малыш. Я бы брала на размер больше. Они ведь быстро растут. Малыш скоро появится на свет, а я не купила всё, что нужно, потому что я в шоке. Всё это кажется каким-то сном. Мы действительно ждём ребёнка, он скоро родится. Мы ещё этого не осознали. Мне нравится динозаврик. Да, он милый. Да. Эми. Что? Ещё ленивцы. Мы берём их. Обожаю ленивцев. Они напоминают мне Тэми. Жутко медлительные. Тэми, можем взять тебе прорезыватель. Зачем? Чтобы ты не ела. Когда проголодаешься, будешь его грызть. Это жёстко. Если меня возят по магазину в коляске, это не значит, что я ребёнок. Посмотри на наряд с акулой. Папочка. Из меня ничего не выскочит. Нихрена себе взрослый взяли костюм. Со стороны пука, наверное. Мне нравится цвет. Да, очень милый. У меня нет яйцеклеток. Они все высохли. Превратились в пыль. Смешно. Меня переполняют эмоции. Я понимаю, что у меня ничего нет. Ни коляски, ни комода. Я хотела купить кроватку попозже. А если бы вы дождались? У тебя восьмой месяц, а вы такие... А, стоп. А коляска? Он будет схватить люльки. Он быстро вырастет. Да. Ты не заметишь, как он родится. Да. Он уже пытается устроить новые проблемы. Да, он только на дело уже в школу пошёл. Надеюсь, он не родится раньше. Ребёнок скоро появится. И нужно многое успеть. А времени мало. Честно говоря, я почти ничего не покупаю, потому что боюсь, что умру во время. А у неё всё старая песня. Это умереть во время родов. Поэтому зачем покупать? Если забеременеть раньше, чем через два года после бариатрической операции, сразу попадаешь в группу риска. Да, сразу смею. У меня лишний вес. Я всё время волнуюсь, что что-то случится, и кто-то из нас умрёт. Это весело. Подожди, скоро родится ребёнок. Не будет ли так весело, как ты думаешь? Здесь третий сезон. Знаю. Только подожди. Таня, роди. Придётся не спать всю ночь. Я знаю, каково это – не высыпаться. Иногда ему нужен будет только папа, или только мама, или и тётя Тэми. Это как ребёнок определит? Наверное. Очень-очень редко. Сомневаюсь. Тэми скоро станет мамой, и я надеюсь, что мы станем ближе. Я буду помогать ей заботиться о малыше. О, ты поможешь. Ты себе помочь не можешь. Это вдохновляет меня похудеть, чтобы прожить дольше, побыть рядом с ребёнком, и увидеть, как он вырастет, женится, закончит школу. Ой, да конечно. Ну, не в таком порядке, конечно. Сначала женится, потом вы закончите школу. Вряд ли я не готова. Я сомневаюсь. Я тоже. Берега, 16. Почувствовав первую боль, она завизжит. Это не укладывается у неё в голове. Не только схватки и сами роды, но и... Они не понимают, во что им это обойдётся. Я хотела это сказать. Итак, к оплате 257,87. Как дела с похудением? Да не очень. А в чём проблема? В еде. Я ем. Ты понимаешь, что нужно взяться за ум и стараться? Да. Тебе сделают операцию, чтобы ты была здорова. Да, если похудеет. Через несколько недель у нас с Крисом приём у врача. Доктор попросил меня сбросить 12 килограммов. Я наберу 20. Я должна больше стараться. Я перевыполню план. Нужно начать. Знаю. Я пытаюсь, просто... Это очень сложно. Надеюсь, Тэмми может подстегнуть себя, настроиться на нужный лад и стать такой, какой должна быть. Но для этого нужен самоконтроль. Вряд ли он у неё есть. Вы готовы идти? Да? Да, я так. Да. Мы накупили кучу вещей. Купили футболку со скелетом, она мне нравится. На Хэллоуин. Будет круглый год носить. Да. У него больше одежды, чем у тебя. Что ты ела во вторник? Блюда из японского ресторана. Стейк, овощи и рис. Не помню, что ещё. Приехал Крис, и мы можем поработать над пищевыми дневниками. Как дела с пищевым дневником? Я всё забросила. Ну, не совсем забросила. Я просто забываю туда писать. Да, это не забросило. Я просто забываю. Обсуждаем пищевые дневники. Это хорошо. Эми зашла ко мне и была похожа на жука. Пищевые дневники очень помогли мне во время операции. Почему ты смотришь на меня? Нет, я смотрю на вас обоих. Это всё её безумный глаз, который немного косит. Он сказал, это не я. Я смотрю на вас обоих. Да не важно. Братан, блядь. Что у тебя на голове? Жесть какая. Конечно, такое прям ляпнуть. Думаешь, как бы правильно слово подобрать, чтобы не обидеть. А братан такое выдаёт. Это вдохновит тебя чаще вставать и двигаться. Хорошо. У меня большой сюрприз для Тэми и Криса. У нас есть гарнитура виртуальной реальности, и мы можем смотреть это на своём YouTube-канале. Я всегда стараюсь найти что-нибудь, что заставит Тэми двигаться. Благодаря виртуальной реальности мы живём в своём собственном мире. Но и здесь тоже, наверное. Я буду подопытным кроликом. Эми хочет попробовать виртуальную реальность. Я никогда этого не делала, но мне всегда было интересно. Хороший способ расслабиться и не думать. Это тренировка. Вы его видите? Он на экране. Да, ползёт. Ползёт. Ты у него на пути. Стой, чёрт, стой. Я сказала, стой. Это игра для одного человека, но можно подключить её к телевизору, и другие увидят то же, что и ты. А теперь ответь на звонок. Нужно пройти по доске. Чёрт. Да, тебе только беременная в этой игре. Следи за птичкой. Где? Не накакай на меня. В виртуальной реальности можешь быть с кем захочешь. Кто знает. Можно скачать игру и нарисовать себе фигуру. Я могу стать супермоделью. Топ-моделью по-американски. Кошмаром по-американски. Вот ты, зараза. Замолчи. Он идёт за тобой. Ты мне не нравишься, уйди. А ты врежь ему. Сделай что-нибудь. Эмми. Эмми. Виртуальная реальность – это странно. Ты оказываешься в другой обстановке, и это весело. Я пойду туда. Автобус едет. Меня раздавило. О, там мячами играет. Чувствуешь шажок? Чувствуешь? Ну, а что не ставили? Классная игра была. Ты даже до первого пузыря не дошла туда, где всё ускоряется. Музыка была с игры, где надо стучать такими световыми мячами. Да, толстякам это не подходит. Придётся сделать вот так. Игра «Пройди по доске» очень страшная. Толстяки не подпрыгивают. Не подпрыгивают? Да, как мяч. Мы, толстяки, отскакиваем. Нет, нас расплющивает. Боже, ты упал. Тебя раздавило. Расплющило. Тебя расплющило. Расплющило. Там доска повыше. Босс, самолёт. Чёрт. Белый парень быстро подпрыгнул. Описаться можно. Тэми, твоя очередь. Зато это очки несловатные, прикольно. Надеюсь, Тэми понравится виртуальная реальность. Ведь она мало двигается. И похудеет только если будет активнее. Нужно хоть как-то шевелиться, чтобы тренироваться. Иначе ничего не выйдет. Ты отправил меня назад. Ниже. Выше. Выше. Тэми, заткнись. Обернись. Я не могу. Тэми нужно поворачиваться во время игры, но она опирается на ходунки, и ей сложно. Она не может двигаться. Нужно повернуться. Эми, я не могу. Сейчас игра закончится. У меня уже ноги горят. Ладно, садись. Застыла тишина. Ты расстраиваешься, когда не можешь участвовать? Я не расстраиваюсь. Не знаю. Я скорее завидую, потому что не могу заниматься тем, чем хочу. Не так-то просто оставаться за бортом и не веселиться. Иногда мне кажется, что я всех подвожу. Грустно, что человек не может простоять достаточно долго, минуту поиграть в видеоигру, не испытывая боли. У Тэми снижается подвижность. Ей быстро становится хуже в физическом плане. Меня беспокоит, что она сильнее поправилась. Это доказывает наши слова. У Тэми нет выбора. Ей нужна операция. Подождите, Тэми, нужно пописать. Нет. Ну ладно. Дата родов все ближе, и мне страшно, потому что я в группе риска. Может случиться все, что угодно. Последние пару ночей мне снятся безумные кошмары. На днях мне приснилось, что я беременна рыбой. Там был сыр начо, целая река, даже оползень из сыра начо. Боже, я рисую. Поэтому я решила сходить к медиуму. Я верю в паранормальное необъяснимое. Боже мой. Встреча с медиумом поможет мне успокоиться. А если ты скажешь, ты беременна рыбой? Я рожаю селедку. А ты что надеешься узнать? Сделают ли тебе операцию? А мы все говорим, что мы не близнецы. Хватит это подтверждать. Я с радостью поеду с ними к медиуму. Я хочу узнать, что ждет нас в будущем. Сделают ли мне операцию? Выйду ли я замуж? У нее карты Таро. Это серьезно. И камни. Здравствуйте. Привет. Привет. Я Эми, а этот Эми. Я Шанда. Вы хотите провести сеанс? Да. Да нет, просто проезжали, как бы, и мы вас увидели и подумали, что за женщина сидит на улице, давай, может, к ней подойдем? Нет. Я ожидала кого-то постарше. Да, лет пятидесяти. Чтобы она занималась этим лет тридцать пять. Ну, что-то вроде того. Это как у нас, бабки, да? Бывают. Мы подходим к этому скептически. Не знаем, чего ожидать, потому что Шанда выглядит обычной. Нет в родинке на носу, да? Она пьет тыквенный латте. Нет, бородавки. Кто хочет начать? Я. Вас назначили. Перед вами лежат камни. Если вы начнете нервничать или волноваться, возьмите оксидиан. Это самый заземляющий камень из всех возможных. По три их. На удачу. Подарите нам удачу. Эта сторона странная на ощупь. Со всех сторон текстура. Ну да, это же камень. У меня детский мозг. Никуда не могу ее взять. У вас вопросы о детях? Хорошо. Первая карта. Светилище. Возможно, я бы сказала, что вы найдете место, которое станет для вас убежищем, домом, безопасным местом. Дом, в котором вы живете сейчас, кажется неподходящим. Не знаю, у меня от него неприятные ощущения. Стоит задуматься о новом доме. Особенно... Ёпте, все, мэра, надо отсюда валить. ...на перед рождением ребенка. Вы говорили о переезде. Да, мы вот-вот переедем. Я в шоке, потому что мы с Майклом переезжаем в дом побольше. Шанда отлично читает мысли. Наверное, стоит очистить дом. Например, шалфеем. Осветить его. Я знаю, что там живет мертвый кот. Кот-призрак? Он проходит через стену. Мы живем в дуплексе. В основном я слышу призрак кота на кухне. Он спрыгивает со стола. Слышится звук прыжка. Если у вас есть кошка, вы понимаете, о чем я. А Энни чувствует его в ванной. Есть еще вопросы? Роды пройдут нормально? Мне только что сделали операцию на желудке, и врач велел подождать два года. Я пила противозачаточные. Мне страшно. Я боюсь умереть. Поздравляю, ты умрешь. Сомневаюсь, что все пройдет гладко. Во время родов у вас... Просто шикарный экстрасенс. Типа, прискиньте, она и так сидит на измене. Она такая... Не зря нервничаешь. Сомневаюсь, что все пройдет гладко. Либо ты, либо ребенок умрет. Но это не точно. Если вы купите мой амулет за 200 баксов, я сделаю защиту на роды. Возникнут трудности. Возможно, роды будут преждевременными. Вы не доносите полный срок. Вот за это я не люблю этих всяких экстрасенсов. Я склоняюсь к кесарево сечению. Я сейчас расплачусь. Не надо, иначе я тоже расплачусь. Я очень чувствительная. Да. Я не хочу слышать, что во время родов у меня возникнут проблемы. Надеюсь, ребенок в порядке. Есть еще вопросы? Уже нет. Бабушка знает, что я беременна? Да. Когда я была маленькой, мама работала на трех работах, и бабушка заменяла нам маму. Потом она умерла. У бабушки есть для нас сообщение? Она хочет, чтобы мы что-то узнали. Я же это, экстрасенса и по всем делам. Сейчас я Wi-Fi настрою с космосом. Так, бабушка, ты... Алло? Бабуль? Да бабушка тебя слышит. Давай. Если будете задавать бабушке вопросы... Конечно. Не хочу показаться грубой, но она очень прямолинейная. О, да. Она очень прямолинейна в своих вопросах. Да, она сложная. Она говорит, не знаю, почему они продолжают задавать мне вопросы. Вы постоянно спрашиваете? Потому что мы ее любим. Мы слышим бабушку. Это очень на нее похоже. Вам обеим предстоит многое пережить. Но она сказала... Слишком много вопросов. Перестаньте спрашивать. Я не могу удержаться. Я хочу поговорить. Я с ней даже не попрощалась. Она всегда рядом. Я растрогалась, потому что с 10 лет хотела узнать, в порядке ли бабушка. И я сейчас расплачусь. У меня все экстрасенсы, это такие, должны быть хорошими психологами. Не буду плакать. Знать, что сказать, считать человека? Бабушка была мне как мама. Она была моей героиней. Она была для меня всем. Я хочу, чтобы она мною гордилась. Она принимает выбор, который вы делаете. Она была не слишком ласковой. Да. Она похлопывает по спине и говорит, молодец. И она всегда дома. Она сказала, что вам нужно почаще наводить порядок. Шанда не шарлатанка. Все, что она сказала о моей бабушке, попало прямо в точку. Сынам, джуй. А теперь мы займемся вами. Разделите колоду. Не обязательно ровно. Итак, первая карта, которую я перевернула, обычно говорит о свадьбе или родах. Боже, ни то, ни другое. Ты беременна, я же говорила. Принести тест. Для тебя. Об этом ребенке мы знаем, а об этом нет. Это не ребенок, это еда. Да не важно. Какашки. Что-то карта не очень, да? Ты наполнена какашками? Ни свадьбы, ни ребенка. Я больше склоняюсь к свадьбе. Не уверена, что у вас ребенок. Слава богу. Но свадьбу я вижу. С тем человеком, с которым я сейчас? Нет. Не уверена, что с этим мужчиной. Если это случится, человеку сначала нужно будет оставить кое-что в прошлом и сосредоточиться на вас двоих. Надеюсь, это свадьба с Джерри. Шанда сказала, что сначала ему нужно о чем-то позаботиться. Ты знаешь о чем? Понятия не имею. Не спрашивай. А мне сделают бариатрическую операцию? Вы пока ждете. Вы все еще держитесь за то, от чего пока не готовы отказаться. Мне нужно сбросить еще 45 килограммов. Я настроена скептически. Я сомневаюсь, что смогу достичь цели и похудеть. У меня не получится. Я думаю, что да. Но мне кажется, вы сами недостаточно в себя верите. Нужно побороть эти страхи. Просто прогнать их. Мне нужно в себя верить. Я способна на большее. Я лучше, чем я думала. Просто поверьте в себя. Доверьтесь советам, которые дают вам врачи. Помните, они с вами заодно. Ради операции Тэмми нужно немного постараться. Если она готова пройти этот путь и сделать все, что ей говорят, я не вижу никаких проблем. Я желаю вам удачи. Сообщите мне, когда будете рассылать приглашение на свадьбу, ладно? Вы будете первой после нее. Вы на все вопросы получили ответы? Нет. Почему у меня болит бедро? Да потому что ты толстая. Нет, я на нем сижу. Замолчи. Кис-кис-кис-кис-кис. Пока я его не вижу. Еще тут кота. Киса-киса. Тетя Эми идет к тебе. Да. Прорицательница сказала, что в доме давящая атмосфера. Я хочу найти всемогущий призрак кота. Мне кажется, призрак кота поможет избавиться от плохой ауры. Это же неплохой котик. Он хороший. По-моему, он под столом. Он от тебя прячется. Тэми скачала приложение для охоты на призраков. Да, на айфон. Оно должно забирать энергию из комнаты и пропускать ее через телефон. Боже. Что люди так они поверят? Блин, приложение, которое ловит призраков. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Он меня укусил. А-а-а. Дурдом просто. Ты дурочка. У меня столько ощущения, что это семский кот. Мне почему-то так кажется. Да-а-а. Ну ладно. Помнишь, медиум хотела покурить дом шалфеем? Да. Я купила обычную траву. Хочешь покурить? Гейдж скоро родится, и это удачное время, чтобы осветить дом и избавиться от отрицательной энергии. Но кот-призрак может остаться. Ты же скоро переедешь. Зачем освещать дом? Я хочу, чтобы здесь было безопасно. Малыш будет жить здесь. Верно. Он должен быть в безопасности. Зажги на 20 секунд, а потом задуй. Боже. Задержи дыхание, дурочка. Ладно. Ты окуришь мою попу? Окури попу. Эмми, боже. Он сейчас подожжет ее. Я не пукала. Скажи, злые духи, уходите. Гадость, уйди из моего дома. Уйди из моего дома. В туалете нужно побольше. Повежливее. Если я курю тебя, тебе сделают операцию. А если я курю тебя, малыш будет в порядке. Пахнет не очень, да? Не верится, что Гейдж вот-вот родится. Я уже готова к родам. Я готова к его рождению. Я тебя понимаю. Но чем дольше он там, тем здоровее он будет. Я знаю. Я волнуюсь насчет его веса после рождения. Вдруг его отправят в реанимацию. На следующей неделе его снова измерят. Ты постоянно говоришь нам, он весит меньше нормы. Мне так сказали. Сегодня я была на осмотре у врача и услышала пугающую новость. Гейдж весит чуть меньше нормы. Прорицательница сказала, что малыш может родиться раньше. Но если он будет маленьким, его на несколько месяцев положат в инкубатор. Он похудел. Это нехорошо. Пониженный вес Гейджа меня пугает. А если он и правда родится раньше? Это мой самый страшный кошмар. Я хочу, чтобы ребенок был здоров. Медиум сказала, что мне нужно больше верить в себя. Я буду сильнее стараться. Я справлюсь. Сегодня заедет Крис, и мы потренируемся. И мы будем на тренировку. Привет. Готова приступить к важной тренировке? Наверное. Я видел, как Тэми играет в видеоигру. Ей было трудно стоять. Сегодня мы встретимся с персональным тренером, чтобы Тэми начала двигаться и тренироваться, и смогла похудеть. Тэми, Крис, выходите! Пора тренироваться! А он вообще к нам пришел? Вперед, вперед! Пришел парень. Включил сирену. Что за чертовщина? Что он о себе возомнил вообще? Привет, Крис! Как вы? Я Тони. Пора повеселиться. Да, мы просто медленно идем. Пока. Сегодня я встречаюсь с Тэми и Крисом, попробую научить их тому, что они смогут делать сами. Я хочу понять, на что они способны, и надеюсь вытащить их из зоны комфорта. Люди могут больше, чем им кажется. Рад познакомиться. Можете использовать ходунки. Я хочу, чтобы вы вставали и садились на стул. Можете использовать это для равновесия. Три раза достаточно. А вы просто приседайте со своим весом. Не нужно слишком низко приседать, но оставьте ноги чуть шире плечи, немного сгибайте колени. Вот так, пока не почувствуете, что в сидячем положении. Когда приседите максимально низко, вставайте. Движение должно быть плавным и контролируемым. Три раза вверх и вниз. Отлично. Попа болит. А должны ноги болеть. А теперь вспомним уроки физкультуры. Вам нужно присесть, прижавшись к стене. Помните такое? Да. У вас есть кран поднять его? Да, присядьте наполовину, прижмитесь к стене ровной спиной, поставьте ноги перед собой. Я бывший профи в стоянии у стенки во время перемены. Но это совсем не похоже на стояние у стены. Тренер не отдал мне стул. Я рада, что стена прочная. И я. Ну что ж, давайте поднимайтесь, хорошо. В этой позе он мог пукнуть. Ты будешь долго сидеть, превратился в мужчину. Сейчас мы очень легко покачаем бицепс. Так, назад и вперед. Хорошо. Когда вы в последний раз тренировались? Год назад. Ясно. А когда ты в последний раз тренировался? В 99-м. Я не тренировался со школы. Если не занимался этим 20 лет, все намного труднее. Будем делать все потихоньку. На занятиях со мной важно работать, когда мы можем работать и отдыхать, когда нам нужно отдыхать. Вы поняли, что я сказал? Доктор Смит велел мне сбросить 7 килограммов. Это не очень много. Но когда меня заставляет худеть, я поправляюсь. Такие дела. Вы хотите поработать? Нужно работать, не отдыхаем. Можно сделать вот такой выпад. Двигаете, а потом нажимаете, объедините эти упражнения. Что вы думаете в виде ее старания? Это просто шок и трепет. Хорошо, прекрасно. Эмми показала, что может двигаться, и это чудесно. Я удивлен, что она это сделала. У вас прекрасно получается. Хорошо. Можете подержать их на уровне груди? Можете встать с ними? Попробую. Давайте. Очень хорошо. Потрясающе. Хорошо. Отлично. На первой тренировке Тони три раза заставил меня встать и сесть. Это прорабатывает икры и ягодичные мышцы. Как ощущения? Все горело. Вы можете работать. Если есть гантели, используйте их. Или возьмите пару банок. Главное движение. Здорово, что вы есть друг у друга. Вы идете к похожей цели, оба стараетесь выздороветь. Может, у меня есть опыт работы с людьми, которым нужно было похудеть. Их ежедневное окружение – ключ к долговременному успеху. Ведь я не каждый день рядом. Очень хорошо. Так, это поддержка. Вряд ли ты не осознает, насколько она сильная. Она двигается каждый день. Хорошо. Прекрасно. Если бы до моего прихода кто-то сказал, вы будете приседать с гантелями, что бы вы ответили? Вы сдурели. Да, да, да. Именно. Вы можете намного больше, чем думаете. Вы только что это доказали. Если во время похудения она сможет качать мышцы, ее удивит результат. Каждый день выбирайте по пять-шесть упражнений из тех, что мы сделали. Старайтесь каждый день. И через год вы победите. Вот увидите. Договорились? Да. Спасибо, что позволили с вами поработать. Я горжусь вами. Идем, подруга, пока не откинулись. Я рад, что Тэми поучаствовала в тренировке. Если Тэми будет стараться так же сильно, как сегодня, она без проблем похудеет на 12 килограммов. Но я не могу приезжать каждый день. У меня своя жизнь. Будет ли она продолжать, не знаю. Не знаю. Медиум сказала, что у меня могут быть сложные роды. Поэтому я пригласила Доулу. Ведь я не умею рожать. Я не знаю, как дышать во время родов. Нужно подучиться. Я должна понять, что будет происходить. Мяч лопнет. Привет. Не бойтесь мячей. Привет. Привет. Я хотела сказать, что мяч лопнет. Да нет, правда, я взяла особенный. Хотите поговорить о родах? Да, это я беременна. Я волнуюсь из-за проклятого мяча. Толстушки и мячи не сочетаются. Мы можем пойти по телу. Там такой крепкий мяч, как хорелка. Конечно. Тэми должна пойти со мной. Узнать, что надо делать. Если начнутся роды, а Майкл будет на работе, она сможет помочь мне успокоиться, потому что я точно запаникую. Доулу такая задача, да. Вернее, что вы знаете о детях? Это все, что я знаю. Так многие думают о курсах для беременных. Так было раньше. Была только одна техника дыхания по ламазу. Но сейчас на курсах рассказывают, как лучше рожать, и о том, что вас успокоит. Я принесла целую папку. Это безопасные позы для схваток и родов, если у вас будет эпидуральная анестезия. Это стимуляция, да? Нет. Это обезболивающее. Мне это нужно. Ну да. Сначала Эми показалась мне напуганной и обеспокоенной. Думаю, роды могут стать для нее шоком. Боюсь, она может не справиться. Майкл, поднимите ногу. Положите мяч вот сюда. Чувствую себя как писающая собака. Она видит мою вагину. Мяч помогает держать бедра раскрытыми. Так ребенок может спуститься, надавить и раскрыть шейку. Поэтому между ног кладут подушки. Именно. Вы точно не рожали? Я много смотрю телевизор. Ясно. Мне можно уже идти, да? Эми будет преподавать. Мы поговорим о массаже. Полезно знать техники для схваток. Вы готовы? Нужно катать это по пояснице. Я просто катаю. Я тебе доверяю, не пукни. Не на живот. Подожди своего мужа. Я чуть тебя не ударила. Мы просто катаем вверх и вниз. Оказываем давление на поясницу и таз. Выглядит пошловато. Я ничего не собиралась говорить. Тебе приятно? Да. Здорово, что Тэнни помогает мне. Иногда мне даже не хочется вставать с постели, потому что у меня сильно болит спина. Поэтому такой массаж – это блаженство. Да, королева. Есть крутой прием для того, чтобы поговорить о раскрытии. Хорошо. Вы готовы, Майкл? Вот так. В шарике – мячик для пинг-понга. Мячик – это голова ребенка. Шарик – ваша матка. Нам нужно его надуть. Во время беременности матка становится в 10 раз больше. Так что... Если он лопнет, я описываюсь. Прошу, не надо. Ты всех нас описываешь. И что дальше? В детстве она как-то написала мне на ногу. Она рассмешила меня, когда мы сидели на полу и смотрели телевизор. Я так смеялась, что описывала ее. Это у тебя какая-то описывалась от смеха. Во время беременности бывают схватки Брэкстона-Хиггса. Вот такие сокращения. Да. Во время родов схватки идут сверху вниз. Из-за этого головка ребенка проталкивается в шейку матки. Шейка сокращается, и чем сильнее и дольше это происходит... Он лопнет? Надеюсь, что нет. Мы очень надеемся. Он опускается ниже, да? В итоге раскрывается. Смотрите, головка очень низко. Теперь ее видно, да? У Майкла почти получилось. Он сейчас лопнет. Сейчас Майкл родит. Они часто лопаются. Этого мы и хотим. И... Вам страшно? Только не лопни. Поздравляю вас, мальчик. Простите. Значит, я разорвала вам матку. Простите. Она тебя убила. Я знаю, что у вас диабеты, вы в группе риска, к тому же у вас лишний вес. Нужно понимать, что есть высокая вероятность, что вам будут делать кесарево сечение. Кесарево сечение? Ну да, именно. Мне страшно из-за кесарево сечения. Типа боится наркоза опять. Во время обычных родов может случиться все, что угодно, а во время кесарево... Тем более. У меня уже была одна операция. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Боже, ты осознала, что скоро родишь? И я не осознаю, пока он не родится. Это вот роды уже прям в следующий выпуск, наверное. Ладно, давайте садиться в машину. Что такое? Что такое? Нога или спина? Моя нога. Вытяни ногу. Вытяни пальцы. Вытяни их. По дороге на фермерский рынок у Тэми заболела нога. Подвигай туда-сюда. Может, тромб? Не поможет. У нее судорога. Дыши. Ты можешь встать? Встань и вытащи ее. Я не знаю, что делать. Я не могу ее вытащить. Врача попросили помочь Тэми. Дэнни, подойди срочно. Она сейчас не умрет, надеюсь. Она пыталась стоять, сидеть, двигаться. Покажите язык. У вас обезвоживание? Возможно. Вы переводом? Совсем чуть-чуть. У меня всегда болят ноги, но я стараюсь больше заниматься и двигаться. И мне становится только хуже. Мне тяжело заниматься. Не, ну тут же комментарии дают. Батчжо осталось. Если бы я могла, это помогло бы мне похудеть. Мне бы уйдет больше веса. Кажется, все. Энни, что с тобой? Мне больно. Да? Мне больно. Как не срачка, так болячка. Мне нужна ваша помощь. Ей больно. Едем в больницу, да? У меня почти весь день были схватки. А затем они начали усиливаться. Я ничего не говорила, пока они не довели меня до слез. Я испугалась, потому что боюсь, что они вызовут преждевременные роды. Это Эми. У меня схватки каждые пять минут. Какой у вас срок? Да, как в следующем выпуске будут рожать. Я советую приехать на осмотр. Нужно убедиться, что нет раскрытия. Да. У вас 35 недель. Вам еще рано рожать. Ну я рожаю, типа, да? До свидания. Она велела приехать в больницу и узнать, есть ли раскрытия. Поехали. А если есть, то рожать. Врач сказала, что нужно в больницу. Эми нужно в больницу. Врач велела ехать в больницу на осмотр. Все, поехали, поехали. Я быстро доеду. Скажи, что ты сейчас чувствуешь. Острую боль. Между ног. Ай, в другую машину урузят. Между ног очень больно. Эми рожать только через месяц. Если роды начнутся сейчас, ребенок родится недоношенным. Плюс у него недовес. Я не хочу, чтобы с Эми или малышом что-то случилось. Ну, 8 месяцев, это не прям самый страшный случай. Бывает, вытягивают и 5-6-месячных. Конечно, это нехорошо, но бывает и такое. Подъеду к дверям. Тут, по факту, последний месяц у нее. Следующая серия. Я хочу коснуться пальцев. Ага, этот работает. Я прикладываю достаточно усилий и считаю, что должен добиться цели. Надеюсь, дела у Тэми идут лучше. Если мне одобрят бариатрическую операцию, я не буду ждать Тэми. Дочка? Сначала вы должны были сделать это вместе, да? Я не буду страдать, если она не может взять себя в руки. Я взвешивалась с приемной доктора Сито. Я должна сбросить 12 килограммов. Это трудно, потому что Крис не навещает меня, хотя обещал. Я стараюсь не паниковать, но многое может пойти не так. Мне нужно пообедать. Я не могу притронуться к твоему обеду. Ее оставили в больнице. Страшно делать две серьезные операции в год. Желудок еще не зажил после предыдущей. Готовы? Да. Ладно, пока. Ну, короче, следующие выпуски должно быть весело. То есть, либо она родит в следующем, либо в последнем десятом выпуске второго сезона. Но то, что ее забрали в больницу и оставили, это факт. По Тэми, судя по всему, похудение не близится. И, наверное, тоже девятый, десятый выпуск она поедет к врачу, и там уже будет подбиваться итог. А там еще будет понятно, будут ли делать операцию брату. Ну, короче, во втором сезоне у нас осталось два выпуска. Скорее всего, будет же Широды в этом выпуске. Что это будет, узнаем очень скоро. А с вами был Андрей Чент. Увидимся очень скоро. Всем пока.